Это интервью дня, я Константин Ганов, здравствуйте. В Алтайском крае проходит конкурс с говорящим названием «Фабрика бизнес-идей». В проекты задействованы среднеспециальные и высшие образовательные учреждения. Что такое надпрофессиональные компетенции и как они помогают в реализации новых бизнес-идей? Об этом расскажет гость нашей студии Светлана Лепешкина, замдиректора Международного института экономики, менеджмента и информационных систем АГУ. Здравствуйте, Светлана Викторовна. Здравствуйте. Светлана Викторовна, ну вот расскажите, давайте тогда начнем с «Фабрики бизнес-идей». Каким образом ваш ВУЗ в этом задействован? И сами вы на какую бизнес-идею поставили? Ну, в большей степени наш ВУЗ участвует в разъяснительной работе. Все-таки мы активизируем студентов на то, чтобы они разрабатывали свои бизнес-идеи и на то, что они могут попробовать себя в предпринимательстве, еще будучи студентом. На это как раз и направлен конкурс «Фабрика бизнес-идей». Ну, а на какую идею мы поставили? Ну, победит, конечно, лучше. Победит, конечно, лучше, но вам все равно какая-то идея больше всего нравится. Ну, подождите. Мы можем говорить о том, что, ну, во-первых, более 290 человек, более 290 студентов Алтайского государственного университета приняло участие в этом конкурсе. И хотелось бы что отметить, что это студенты всех факультетов Алтайского государственного университета. Ну, традиционно, конечно, экономисты у нас подают наибольшее количество идей, но и физики, и химики, и географы, и юристы все предложили какие-либо бизнес-идеи. Поэтому говорить о том, на что мы поставили, или то, что победить, сейчас очень-очень сложно. Ну, а давайте представим себе, какие бизнес-идеи показались вам наиболее интересными. Например, среди химиков. Что химики могли изобрести нового? Да что вы! Химики-то как раз для нас это движущая сила, это технологическое предпринимательство, и это работа с химическими формулами. Вот здесь очень интересно, получается, союз химиков, например, с теми же экономистами. Когда химики формируют какую-либо идею по созданию нового химического продукта, новой химической формулы, а экономисты их обсчитывают. Поэтому, конечно, идеи продвижения сухого мёда, либо биоразлагаемой посуды – это идеи именно от химиков. То есть уже у нас существует сухой мёд, который можно насыпать куда-нибудь, или он твёрдый какой-то? Ну, об этом мы узнаем в рамках конкурса, когда будут представлять продукты. Но видите, функционал ВУЗа заключается в том, что мы отбираем проекты. Мы должны будем представить 15 лучших проектов. То есть предварительный отбор у нас будет 25 проектов, и уже 25 проектов будут защищаться. В рамках стен Алтайского государственного университета и только 15 пройдут следующий этап фабрики бизнес-идей. Поэтому говорить о том, как представят проекты и что собой представляет тот же сухой мёд, я пока не могу. Ну, мы надеемся, что вы у нас не последний раз придёте и расскажете, что же такое всё-таки этот сухой мёд. Я даже представить не могу. По поводу АГУН. Он всегда позиционировался как своеобразная фабрика кадров для бизнеса. И вот вы сейчас это подтвердили. При этом какие новые образовательные продукты вы предоставляете? Их же надо предоставлять постоянно. И для кого они? У нас с этого года в Алтайском государственном университете действует программа «Карьера плюс плюс». То есть, когда студент, обучаясь на одном направлении, например, лауржи-химик, может получить профессию по другому направлению. Например, тот же экономист. Соответственно, да, у нас в этом ключе есть центры дополнительного образования. И программа профессиональной переподготовки позволяет закончить вуз не с одним направлением, не с одной специальностью, а уже с двумя. Ну, можно и более. А повысить как-то свои компетенции у вас возможно? Да, конечно. И вот когда мы говорим о компетенциях, мы вот как раз здесь речь ведем о профессиональных компетенциях, потому что профессиональные навыки, конечно, студенты получают в рамках обучения в вузе. А вот надпрофессиональные навыки именно в рамках различных конкурсов. Но о каких надпрофессиональных навыках мы говорим? Ну да, и вообще что такое надпрофессиональные навыки? Вот объясните нашим зрителям. Ну да, например, сейчас мы говорим о конкурсе «Бизнес-идей», и мы говорим о чем? В первую очередь это работа в команде. То есть при формировании бизнес-идей ребята работают в команде 3-4 человека. Это командная работа, это уже умение постановки задачи, это уже прокачка лидерских навыков. Все это относится к надпрофессиональным компетенциям. Тайм-менеджмент, когда вы умеете управлять своим временем, самопрезентация, когда вы можете себя представить. Это все надпрофессиональные компетенции и то, что ребята также получают в рамках обучения, ну не обучения, находясь в стенах Алтайского государственного университета в рамках внеучебной работы. Ну а если студент не участвует в этих, скажем так, дополнительных программах, на что он может рассчитывать, выйдя из стен вашего УЗА? Нет, ну в любом случае, когда он получает профессиональные навыки, наши преподаватели дают ему возможность проявлять себя и в надпрофессиональных качествах, надпрофессиональных навыках. Ну та же презентация. На очень многих предметах ребята свои решения представляют в виде презентации. А это очень важно, когда ты умеешь емко, но кратко и по делу представить свое мнение, свое решение и любовидение своей проблемы. Ну да, это бывает непросто, особенно если физик, живущий там в своих формулах, начнет объяснять все на своем физическом языке, не все ведь поймут. Кстати, от физиков тоже ведь что-то было интересное? Ну вот вы назвали сухой мед и биоразлагаемая посуда, это от химиков. А от физиков? Ну от физиков были проекты в большей степени связанные непосредственно с бизнесом. То есть здесь использование физических формул, ну мы не видели такого. То есть мы уже видим то, что наших студентов интересует более широкий круг проблем, нежели проблемы, связанные только с профессиональным образованием. Как же им тогда физика помогает в этом? Ну физика, она дает возможности для развития в профессиональной сфере. И для масштабной мыслики они умеют. Конечно, конечно, да. И здесь тоже достаточно интересно, когда ребята начинают формулировать проекты, связанные, ну может быть, не со своими профессиональными навыками, а с теми проблемами, которые есть на территории, например, нашего Алтайского края. То есть это же тоже развитие широкого видения тех проблем, которые существуют, и желание студентов решать эти проблемы. Да, я обратил внимание, только физики могут спокойно говорить не только о трёхмерных пространствах, как вы с вами, и о четырёх, и о пяти, и о семимерных. Я даже представить себе не могу, что это такое. Ну да, значит, они умеют думать масштабно, скорее всего. Да, но тут ещё есть IT-проекты, которые тоже сейчас... А они к физикам относятся, да? Да, достаточно интересны. Потому что в эпоху цифровизации, когда мы говорим о текущей проблеме, когда мы говорим о том, что у нас пандемия, о том, что частично у нас происходит обучение удалённо, развитие IT-технологий, они как раз будут способствовать и продвижению бизнес-идей. А были проекты, связанные с производством, с тем, что что-то новое будет производиться? Ну, технологическое предпринимательство традиционно интересует студентов Алтайского государственного университета, но о промышленных масштабах мы пока не говорим. Потому что мы говорим о первом шаге в предпринимательстве, да? О прототипировании идеи. О прототипировании, да. Не сразу и вы говоришь. Какие, по-вашему, надпрофессиональные компетенции могут предоставить больше возможностей в реализации новых бизнес-идей? В первую очередь, это всё-таки прокачка лидерских навыков. То есть лидерские навыки, умение работать, умение транслировать задачи и доводить идеи до реализации. Вот именно это может способствовать тому, что ребята будут успешны в бизнесе. А чем, собственно говоря, лидер отличается от руководителя, от собственника? Ну вот не все же понимают. Если мы говорим о лидере, то лидер – это человек, за которым хотят идти люди, который умеет мотивировать, который формирует команду и подбирает команду так, что она получает результат. И вы именно этому и учите. Конечно. Ну что ж, большое спасибо за то, что пришли, за вашу работу. Она действительно очень полезна. Ну, а зрителям напомню, это была программа «Интервью дня». Всего вам доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!